Всем привет! Меня зовут Юля, и я преподаватель в антишколе английского языка Space Deer. Если тебе уже надоело смотреть скучные видео про английский язык, тогда ты точно по адресу, то есть у нас нескучные видео. Сегодня в нашем первом выпуске мы повторим неправильные глаголы. Если вы даже не знаете, что это такое, у нас на эту тему вышло видео, посмотрите его и возвращайтесь к нам. А, еще, там, ребята, снизу есть кнопочка подписаться, все на нее дружненько нажали, и колокольчик снизу, чтобы не пропустить следующее видео. И, как и в каждом шоу, у нас есть участники. И первыми нашими гостями будут сегодня руководители офиса Space Deer, потому что они встречаются с английским каждый день, и мы проверим, как они знают irregular verbs. Поэтому встречайте Марина и Александра! Привет! Привет, девочки! Ну что, вы готовы? Нет. К чему? К неправильным глаголам вообще помните, что это такое? В школе, да, такие таблицы были очень большие. Я никогда их не любила, я никогда не учила их, правда. Нас заставляли в тетрадь переписывать их. Да, да, там три формы, и ты вот их учишь, и я не до конца понимала, зачем это нужно. Окей, тогда сегодня проверим, насколько хорошо вы помните все эти таблицы. Мы сыграем в игру. Итак, правила нашей игры. Я вам дам вот эти волшебные колокольчики. Спасибо. Я вам буду говорить неправильный глагол. Ваша задача – нажать на колокольчик и сказать другие две формы этого неправильного глагола. Вот так вот все работает. Все работает. И еще одно правило. Если вы не знаете правильный ответ, или вы нажали и думаете дольше пяти секунд, очередь переходит к другому участнику. Тогда победил преподаватель. Понятно. Победа будет среди вас. Вы победили кто? Окей. То, что мы получим за это? Победу. И, возможно, этот красивый аминь. Итак, у нас будет три раунда. Они распределены по уровню сложности. Первый раунд – это очень легкие глаголы, и даже знают маленькие дети. Вторый раунд немного посложнее, и третий раунд – там будут даже те глаголы, которых вы даже не знаете. Маленькие дети из Британии? Нет, в нашей школе, кому-то даже дети из Британии. Окей. Эти глаголы, давай попробуем. Окей, первый глагол – put. Марина. Я думаю, Саша была первая. Окей. Put. 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 Что значит put? Класть. Окей. Что именно? Вещи. Окей. На стол. Окей. Следующий глагол – cost. Кост, кост, кост. Can you give me an example? How does it cost? How much? How much? Следующий – hurt. Марина. Hurt. 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 Как переводится – hurt? Ранить. Как мы используем? Можешь показать предложение? Не только ранить. My leg is hurt after run. It's hurt – ты уверена? Это глагол. My leg hurts просто. Просто говорит. My heart is hurt. You hurt me. It's just my heart hurts. Yes. You hurt me. И последний – это cut. Марина? Cut. 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 Окей. Можно мне показать предложение словом? I cut my hair two years ago. Is it true? Yes. Это раунд был очень легкий. Вы заметили что-то общее между этими глаголами? Саша, что было общее? Да, они были все одинаковые. Почему так? Мне кажется, что так исторически сложилось. Я знаю, что вот эти таблички неправильных глаголов, там я всегда, когда учила, делила их на разные категории. То есть сначала я писала все, которые одинаковые. Потом писала все, у которых первая форма отличается от остальных двух. И потом уже в конце я пыталась учить те, которые все прям три формы разные. Итак, второй раунд. Первый глагол – win. Саша? Win, one, one. Окей, хорошо. Аммм, buy. Марина? Боут. Боут. Боут, окей. Какая была последняя вещь, которую ты купила? Я купила кофе сегодня. А, это ужасный кофе, который я пил? Нет, это ужасный. Офу, давай. Окей, следующий глагол – become. Марина? Became – become. Become. Как переводится become? Становиться. И последнее – speak. Speak, spoke, spoken. Spoken. В твом месте давай. Speak, spoke, spoken. No. I don't know. Come on. Я тоже не знаю. Нет, правильный ответ звучал. Speak, spoke, spoken. Spoken, да. Окей, это был правильный ответ. Это был правильный ответ. Никогда не надо сомневаться в своем твите. Саша, ты знаешь, чем отличаются правильные глаголы от неправильных? Правильным глаголом мы добавляем просто окончание – иди, а неправильный надо выучить. Окей, можно выучить. Марина, может, знаешь, какие-то секреты, как выучить правильные глаголы? Секреты. Ну, вот у Саши была очень хорошая система, а я такой системой не пользовалась. Сейчас перейдем к третьему раунду. Марина, сейчас проверим твою интуицию. Мне кажется, она тебя здесь подведет, потому что здесь глагол уже посложнее. Она меня никогда не подводит. Сейчас проверь. И первое слово – grow. Саша? Grow. Grow. Okay. Wait. What can you grow in the garden? Clovers. Okay. Good. Следующее слово – lend. Марина. Lend. Lend. Who was the last person you lend money to? I don't know. My friend. Lend, so you lend some money. Yes, a little. I have some questions. Yes. Вот я… Расскажите, я никогда не понимала разницу между lend и borrow. Borrow. То есть, когда borrow money, ты одалжишь у кого-то деньги. A lend – это ты даешь кому-то деньги. You lend money, but you borrow money. Ну, переводится, можно переводить одалживать и то, и то слово. И то, и то слово, да. Okay. Thank you. You're welcome. Следующий глагол – fall. Felt, fallen. Неправильно, Саша. Fell, fallen. Felt, fallen. А felt – это от какого глагола? Felt. Feel. И последний глагол – burn. Саша? Oh, okay. Давай, потихоньку. Burn, burn. Burn, burnt. Okay, good. И так, девочки, я даже приятно удивлена. Вы хорошо справились с всеми дремя раундами, но это еще не все. Сейчас давайте сыграем супер-игру. Все? Нет, не все. Еще? Еще есть у нас один раунд. Можете уже поставить колокольчик, они вам не нужны. Okay. Сейчас я каждой из вас задам еще по два неправильных глагола, но вы, может, даже не знаете, что они значат, но мы проверим. А как мы будем без колокольчиков? Просто это вопрос в лоб в лоб. Вы не должны, это каждая получит по два глагола. Okay. Okay, Саша, будешь первая. Okay. Первый глагол, foresee. Forsee. Forsee. I don't know what is it. Come on. You can divide it in two parts. So we have see. Mm-hmm. Work. Forseal. Mm-hmm. Forseal. Mm-hmm. Хорошо. But I don't know what is it. Forseal. I know. Марина, ты знаешь, что это стучится? Okay, can you explain? Барк Бачаты предсказывается. Okay, in English? When you know, like when you predict something. Okay, predict. Mm-hmm. Forseen. Long has he foreseen this doom? Forseen and done nothing. Второй глагол, beat. Beat, bite, beaten. Okay. Beat, bite. Unbite, beaten. Mm-hmm. Okay. Who can you beat? You can beat your rival. Yeah, beat. Ударить. Yes. So who do you want to beat? I'm very peaceful. Oh. Great. Great. Okay. Okay, Саша, хорошо? Неплохо. Неплохо. Рина, твоя очередь. Первый глагол, freeze. Frozen? Frozen. Yeah, that was too easy. Yeah. So then the next word is broadcast. It's for me. It's for you. Okay. Broadcast. 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 Broadcast? Broadcast? Yes. What does it mean to broadcast? Is it right? No. So all three forms are the same. Ah-ha. You should know. Broadcast. 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 How would you translate it? For example, TV shows or TV broadcast shows. Показывать? Это я. Ah-ha. Или транслировать. Broadcast. You broadcast the news. Конечно, девочки, понимаю, было немного сложно с этим правильным и неправильным глаголами, но, в принципе, вы отлично справились. Но, мне кажется, следующие 200 дней я должна проверять ваше знание неправильным глаголом. Начнем, например, сегодня grow. 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 Девочки, надеюсь, с завтра будет лучше. Я пойду учить сейчас. Да, я лично проверю, чтобы вы ходили на дноте и учили неправильный глагол. Глагол. Это очень важно. Окей. Спасибо, что вы сегодня пришли. Было очень приятно с вами общаться. Вы хорошо справились. Вы молодцы. И вам, дорогие зрители, спасибо. Надеюсь, вам понравилось это видео. Съемка окончена. Юля, ты что, ты что, ты что, ты что, почему вы так тупили? Я вообще мило проходила. Ты мне сказала, что я буду волосы и красе в этом кадре. Да, я, конечно, в шоке. Я думала, что в нашей школе лучше знают. Ты могла проще взять. Мать, покажешь. Мы подготовились. Ты еще, Марина, перед тем, как мы с вами были. Марина, так ты что, готовила? Я не готовила. Я не повторила ничего. Мало того, что я не накрашена. Ты что, так ты еще и готовила? Нет, это вот не об этом вообще. я иду в пикторку. Да, да. Спасибо, с вами.